приветствуем вас на нашем канале сегодня у нас ждет интересная беседа накануне нового года у всех стран у всех семей всех компаний в том числе есть свои традиции специфические вот для юницкий string technologies уже стала традицией под новый год выпускать в эфир обращение поздравления генерального конструктора автора технологий юницкого анатолия эдуардовича в этом году мы решили чуть разнообразить формат и это обращение выпустить в форме интервью дабы в нем задать анатолий эдуардович у ряд вопросов из тех которые следящие за проектом люди присылали нам в течение года здравствуйте анатолий эдуардович ну в целом и в общем хотелось бы начать с того чтобы попросить вас ответить на вопрос такой который наверно задает себе каждый человек накануне нового года вот что в уходящем году было на ваш взгляд самым значительным самым важным уходящий год был одним из самых сложных для нас предыдущих лет потому что продолжалась эпидемия так пандемия продолжались локдауны а мы завязаны на поставщиков на нам десятка стран во многих странах предприятия которые поставляли нам допустим высокопрочную проволоку у нас есть высокопрочная сталь потом различные полимерные материалы оборудование в частности для подвижного состава для наших юнимобилей там даже те же постоянные магниты для электродвигателей которые мы сами изготавливаем мотор колеса это у нас собственно производстве да ну поставь это элемент то мы покупаем за рубежом и многие предприятия из них даже закрылись и поэтому пришлось искать новое предприятие новых поставщиков где-то поставка отложилась на год на должна полтора ну в этом плане сложный год но никому не было легко поэтому надо вот скидку на это еще делать то есть это фактически форс-мажорное обстоятельства и мы в это время но не умерли мы выжили даже как сильнее стали крепче в отличие от многих предприятий потому что мы вообще-то средний бизнес так многие предприятия среднего бизнеса закрылись просто закрыть мы нет да мы немножко оптимизировали расстались балластом потому что значительная часть у нас денег уходит на оплату туда конструкторов проектировщиков дизайнеров и так далее поэтому корабль наш инжиниринге стал быстрее как-то полегче вперед но стал двигаться более быстро потому что любой баланс любые любые ракушки которые налипли снаружи они снижают эффективность движения вперед поэтому есть и положительные моменты в этом да поэтому только вот в этом плане у нас были некие задержки и передвижение сроков я обещал что в этом году у нас будут подписаны контракты это обещание мы выполнили можно сказать что мы подписали четыре контракта я не буду называть странно я не буду говорить с кем мы подписали но контракт это естественно первые этапы подписания контрактов потому что но не есть за них уже нам платят деньги так потому что первое что надо сделать это сделать надо бизнес-план и предпроектные исследования физическую стадию сделать почему-то нужно но допустим есть заказчик его интересует городская трасса он сразу спрашивает сколько стоит как мы не знаем сколько стоит как не знаете я говорю такое спросите по любому другому вот предмету сколько галстук стоит вот и стоите если там долларах и 5 долларов может и 5 тысяч долларов стоит или автомобиль есть и 5 тысяч долларов весе и 500 тысяч долларов долларов даже и 3 миллиона евро если легковые автомобили или самолет или неважно что ничто не имеет однозначной стабильной цены есть диапазон цен и даже диапазон цен зависит от очень многих факторов где то что мы же не сложные вещи делаем мы делаем инфраструктурные проект где очень много составляющих но допустим взять саму эстакаду это ключевая часть наших проектов реше струнная неразрезная у него нет теперных швов и статистка не определима конструкции но если говорить языком сопромата так но это разновидность эстакады но и стоимость зависит тоже от очень многих факторов от высоты опор понятно что если мы будем идти на высоте допустим 5-6 метров и на все 20 там 25 метров опоры будут стоить в разы дороже на большей высоте причем зависимость стоимость высоты квадратичная нелинейная если мы опору увеличили высоту допустим два раза то нас там дороже четыре раза а не значит мы должны же поделить мы должны определить лену пролетов понятно что одно делаете там пролетом 50 метров другое дело прилетом 500 метров мы даже знать пассажир поток потому что без причем перспективный пассажир поток без пассажир потока мы не знаем сколько надо машин выводить на линию и ясно что если большие будут пассажир потоки то единочные машины не справиться нельзя же на железнодорожнике придумали поезда или там городские трамвайные линии они в спарке идут или там даже 3 даже иногда 5 трамваи туда то что там большие объемы перевозок если большой объем перевозок и большая тяжелая будет машина типа поезда значит мы увеличим нагрузку на путевую структуру мы же знаем как мосты проектируют одно дело бустим мостом пешеходный или другое дело мозги должны поехать танки весом по 50 60 тонн да но очевидно что этот мост будет дороже он должен прочнее тяжелее и дороже поэтому ясно что если поедет допустим одиночный юниобус весом 5-6 тонн или поедет поезд весом 50 тонн ну имеется ввиду поезд собранный с мобилей то нагрузка увеличится напролет в 10 раз и поэтому фактически линейно надо увеличивать натяжение струн на столько же раз надо больше металла больше нагрузка на анкерные опоры значит они более мощные должны быть если поезд он длиннее значит станция перрон станции должен быть длиннее начать поздно не сможет стать у перрона и в него не выйдут и не выйдут пассажиры так значит станции будут дороже и тогда то свете вот даже пешеходный поток как влияет на стоимость и эстакады и станции так далее каждый к высота опор ведь чем больше опоры то выше надо и анкерные опоры делать и выше станции нужно рельеф влияет каким-то образом не ну само собой так я говорю уже независимо то почему они выше это может потому что в связи с река ее надо пересечь на более высоких опорах или рельеф местность нам надо да или допустим застройка не низкоэтажная надо над ней пройти неважно это надо определить технико-экономическом обосновании очень много факторов очень много да я просто сравнивать получается допустим с обновлением автобусного парка да нет но это абсолютно виде автобусный парк когда обновляет они же не говорят ой надо перестроить час улицы а давайте мы асфальт переложим а давайте мы шире дорогу сделать и давайте еще там несколько полос пределам городских дорогах это не штат не делают а у нас завязано все все связано это комплекс поменял одно поменялось и другое и это надо исследовать это надо изучать и потом даже вот вы сега вообще взять там больше всего Deckants на стоимость проекта количества станции откуда мы знаем через километр налитенд вот или через пять километров станет ли через десять но понятно что если будут на через карты километр станции ли через пять километров уона на станции будут пять раз больше нибудь 5 раз дорожество а ведь каждой станции стоит миллионы долларов Ну, еще и станции отличаются в автобусах, там, собственно... Нет, так я вообще, я про проектирование, что мы не можем заранее знать, сколько там станций. Как мы можем сказать, сколько стоит километр? Так если на километры будет одна станция и стоимостью 5 миллионов, вот тебе плюс 5 миллионов стоимости километра. А если будет 5 километров одна станция, значит, в пять раз меньше будет, значит, миллион долларов на километр. Вот те разницы, уже очень существенная разница. И одно дело подниматься на станцию, допустим, высотой 5 метров, где мы можем по лестнице подняться, или другое дело 20 метров, надо ставить эскалаторы, надо ставить лифты, в том числе для инвалидов и так далее, в том числе грузовые, так, потому что что-то надо тоже возить, не только пассажиров. Здесь нет и не может быть никогда однозначного ответа, да. И поэтому, естественно, по четвергам проекта мы сейчас по ряду уже из них сделали в физи-стаде, то есть нам оплатили эти деньги по ряду, осуществляем это. Ну, это уже контракты, и мы объявим о них тогда, когда уже выйдем на стадию проектирования. И к тому же у нас есть договорности с заказчиками, ну, с покупателями наших проектов, что они бы хотели сами объявить об этом, а не мы. Поэтому мы подписали договоры о конфиденциальности, и я просто не имею права говорить, кому мы делаем эти проекты. Ну, я могу сказать, что это в разных странах, это не в одной стране. Так, это есть в Азии, это есть в арабских странах, так, это есть на Евразийском континенте, так. Поэтому этот год тоже был для нас очень важным. Мы наконец-то вышли на подписание контрактов и на начало оплаты работ. Хотя мы и раньше, и сейчас зарабатываем деньги. Зарабатываем деньги не только на струнных технологиях, но и у нас есть мощное производство. Поэтому уже давно получаем заказы со сторонних предприятий, с разных стран, кстати. Даже с оборонки, потому что у нас уникальный станучный парк. Ну, вот, кстати, мне кажется, об одном заказе можно уже рассказать. Сроки Индии вышли, ну, наверное, полгода уже прошло. Да, мы в прошлом году получили заказ на электромобиль. В России не смогли, спроектировали, не смогли сделать электромобиль. Я не буду называть, наверное, всякие компании и так далее. Но это то, что потом показывал президенту России Путину, эта машина, да. Его сделал, спроектировал серьезный крупный автопроизводитель. Они не могли его изготовить, да. И заказы разместили у нас из России и оплатили, естественно, заказы. Это достаточно дорогостоящий заказ. И мы полностью сделали электромобиль. Мы сделали каркас, мы сделали облицовку, мы сделали накопитель энергии. Это очень сложный узел. Если ты думаешь, что там поставил какую-то батарейку или аккумулятор, нет. Это один из самых сложных частей электромобиля. Накопитель энергии, да. Так называемый аккумулятор. Потом мы сделали сами мотор-колеса и двигатели. Мы сами сделали так. Ну, фактически весь автомобиль мы сделали, да. И он сразу показал хорошие результаты. Сразу. Там скоростные режимы, плавность хода. Ну, все как было спроектировано. То есть, очень высокое качество мы это сделали. Ну, собственно, здесь же Юнибусы, Юникары, это же тоже электромобили. Это тоже электромобили. Но только для Астоны дорога, а здесь для асфальта. То есть, опыт, ну, колоссальный и уникальный. Колоссальный опыт и знания, и оборудование соответствует, да. И поэтому, честно говоря, там удивились даже качеству. Они не ожидали, заказчик, что мы такого качества сделаем. И это как пример. Изделий достаточно сложный, которые мы изготавливаем на стороны. Их много, да? Их много. Да, да. Их на миллионы долларов. И, естественно, это помогает нам финансировать нашу технологию. То есть, поддерживает коллектив, там, платит зарплату, ну, и так далее. Ну, и в том числе, я так понимаю, коллектив еще компетенции свои совершенствует таким образом. Безусловно. Безусловно. И чтобы они не простаивали, потому что, если, допустим, нет заказов прямых или локдауны, ну, и мы практически нечего делать, образно говоря, то эти заказы спасают от расхолаживания и от того, чтобы не распускать коллектив, а сколько они работали, и больше, как и положено, да? Вот у нас достаточно крупное проектное управление, поэтому мы проектируем здание, сооружение. Ну, и эти деньги, они возвращаются в зал? Нет, так естественно. На оплату труда идут? Естественно, в зал выступают исполнителем. У которого главная функция все-таки это создание трудного транспорта. Да, но надо еще же финансировать коллектив. Мы же не можем только деньги инвесторов. Они же тоже не могут бесконечно финансировать. И в то же время, это же Фарцнажор, кто знал там два года назад, что вот то, что творится сегодня. Это же безумие. Но это безумие наступило. И мы в этом безумии не выжили. И более того, развиваемся и совершенствуемся, и даже растем. И у нас и строительная компания, она тоже получает заказы сторонние и тоже. То есть все компании, входящие в группу компаний, они фактически получают еще стороннее финансирование за счет выполнения заказов. И эти заказы заплачиваются. Поэтому этот год тоже ознаменался вот такими достижениями. Ну и потом одно из главных таких достижений, то что мы наконец-то сертифицировали как комплекс нашей струнной технологии. Если позволите, мы к этому вернемся. Я вот хотел все-таки вернуться к озвученным вами коммерческим проектам. Правильно я понимаю, что зал ежегодно публикует аудит, так? И соответственно в следующем году, в 2022, также будет опубликован аудит. И все интересующиеся они смогут увидеть вот эти средства, которые поступают от коммерческих проектов? В принципе, да. Хотя не все средства поступают напрямую. Учитывая, что мы находимся, ну в Беларуси все-таки санкции, там к нам не всегда адекватно относятся за рубежом. Во многих странах даже не знают, что есть такая страна в Беларуси. Тем более не знают, где она находится. Причем я даже это слышал, допустим, в такой стране, как Швейцария. Они все удивлялись, а Беларусь, Беларусь. А, это, говорит, Россия, это, говорит, за Уралом, в Сибири? Я говорю, да нет, вы что, это же в центре Европы. Тут от нас знак центра Европы несколько километров. Мы в центре Европы находимся. Говорю, столица Минск. Минск, первый раз слышу. Причем, говорит, не просто, это говорил пограничник, офицер, вот с высшим образованием человека, а не просто там какой-то, понимаете. Поэтому это тоже влияет. Не всегда мы напрямую это делаем, да. И в нашу группу компаний входит уже целый ряд компаний. Три компании у нас есть в Объемных Арабских Эмиратах. Где, ну, совсем, как-то, к ним другое отношение в мире. И там совсем другая налоговая политика у них, к примеру, да. Поэтому не все, допустим, заказы надо принимать на заострованные технологии, потому что тут надо платить большие, написано, налоги на прибыль. Вывести деньги, допустим, заплатить инвесторам за рубеж, практически это невозможно. И даже проблемы сюда заведения денег. Вот от одного заказчика они переводили там небольшую сумму в течение трех месяцев. Пять раз эти деньги возвращались. А, например, взять Эмират, и там, ну, там нет налога напрямую. Ну, и вот, насколько мне известно, буквально недавно там открыта еще одна компания, у которой как раз цель в том состоит, чтобы осуществлять… Ну, нет, это планов было давно, да, маркетинг-компания, которая, собственно, должна заниматься маркетингом и продажей. То есть офис продаж, крупно говоря, международный. Да, да, да. И это Дубай, это то место, ну, куда со всего мира едут и бизнесмены, и члены правительства, там, и президенты страны, и так далее, где могут они знакомиться с тестовыми трассами, сертификацией, и прокатиться даже на нашем тропическом уникаре. И это, я могу сказать, впечатляет. Я видел не раз, когда заходили, так, с такой скепсисом, да, ну, чего тут, да, какая-то там, наверное, что-то из фанеры там вслепили, что-то там трясется и так далее, там, это все тоже непонятно что. Но когда они это видят, когда они говорят, как? И это вот вы сделали. У них удивление, восхищение. Качеством работы. Космонавт даже не работал. Да, да, но космонавт-то не простой был. Это был первый космонавт в Бразилии, не первый вообще, а бразильский космонавт, да. И он сейчас министр инноваций в Бразилии. Это не просто космонавт, он министр. И они были с правительственной делегацией, там человек 10 было из бразильцев, и там были другие министры, то есть члены правительства бразильского, да, и они были в восхищении. И там шли вот этот космонавт, министр инноваций, и мы еще с ним пообщались по космической программе. Это тоже, кстати, иногда мне говорят, а что вы отвлекаетесь там на космос какой-то и так далее. Так то, что космос, он тоже привлекает к нам инвесторов, заказчиков и так далее. Потому что у нас очень высоко планка поднята. И когда мы эту планку достигаем, то мы, естественно, все, то, что ниже делаем тоже хорошо, и уровень высокий. Поэтому, если бы у меня тоже, как у конструктора, не было этой планки, я не думаю, что у универсов были бы такого качества. Допустим, с такой аэродинамикой и так далее, там, с такими системами. Потому что я понимаю, что там надо решать, и мы должны прийти, решив эти проблемы здесь. Причем качественно, потому что там нельзя допускать ошибки. Ну и с другой стороны, заказчик еще видит, что у компании есть перспектива. Безусловно. Есть цель большая. Очень большая цель, да. Но это не зала, что на технологии зарабатывают. Я создал другую компанию, и я ее лично финансирую. Это астроничернерная технология, да. Это она этим занимается, а не заластонная технология. Но, тем не менее, у нас есть и публикации, есть сборники. Тоже даже наши сборники работ. Но Никада Академия наук, например, может похвастаться таким качеством работ научных и таким качеством изданий. И когда я вручил эти все книги от министра инноваций Бразилии, он тоже был удивлен. И мы пообщались вот на эту тему. И я сказал, что давайте мы как-то найдем общий интерес в этих проектах. Потому что Бразилия в той программе, которую мы делаем, в программе ЭКОМИРС, должна сыграть ключевую роль. Потому что планетарный транспорт, средства, стакада и линейные города экваториальные должны пройти по экватору. И самая протяженная часть, сухопутная, это по Бразилии как раз, экваториальная часть. Поэтому Бразилия должна сыграть ключевую роль в этом проекте. Ну это вообще одно из самых крупных и значимых экваториальных государств Бразилии на сегодняшний день. Да, если взять так, наиболее мощно, наиболее развитое. И поэтому у нас еще такой контакт установился. И таких делегаций у нас было десятки в выходящем году. Я думаю, в следующем году будет еще больше. Здесь на руку нам сыграло то, что вот у нас там, ну рядом идет экспо 2020, хотя она 2021 получилась. Это я правильно сориентировался еще год назад, когда я думал, мы выставим все в павильоне где-то там, в павильоне инноваций. Там есть такой павильон. И более того, допустим, сделаем даже какую-то трассу демонстрационную. Ну когда мне сказали, сколько это будет стоить, ну если есть трасса, так это не меньше 10 миллионов долларов. А потом после завершения экспо надо все это сносить за свой счет, то зачем мне отказаться, естественно, от этого. Ну вот я недавно буквально там был, масштаб, конечно, там просто потрясающий. И особенно удивило, что одна из анкерных опор, одна из линий, находится вот прямо напротив здания, вот центрального здания парка инноваций университета Шарджи. Там огромное здание, целый дворец. И получается, со стороны дороги анкерная опора, она даже ближе к дороге. Ну это было согласовано. И когда мы обсуждали с шейхом Шарджи, это же он нам выделил землю. Ну он же там ездит в университет, это же он построил университет и он там его возглавляет. Говорит, я хочу любоваться странным транспортом. Я хочу ехать по дороге и любоваться им, это его слова. Поэтому можем сказать, что мы и завет правители Шарджи выполняем. То есть получается, вот возвращаясь к тому, что в Дубае создана маркетинговая компания, что Дубай это одно из таких мест, которое имеет определенный международный статус, пользуется определенным авторитетом. И с точки зрения того, чтобы туда приходил клиент, оно более выигрышно смотрится. А в этой цепочке тогда вот компания единицкий стринг технологии, она какую роль выполняет и как это вообще выстроено. То есть приходит заказчик в дубайскую компанию, а дубайская компания дальше что делает? Завстрим технологии это инженерная компания. Она должна проектировать, разрабатывать, а не платить дивиденды, не собирать прибыль и так далее. Поэтому естественно, таким образом надо выстраивать концепцию бизнеса. Поэтому в группе компаний сюда не входят инвестиционные компании, которые фонды. Надо путать. Есть только те компании, которые занимаются проектированием, изготовлением, строительством, исследованием, наукой в области струнной технологии. Но не привлечением инвестиций. Это не входит в нашу группу компаний. То есть в группу компаний единицкого входят только те компании, которые занимаются наукой, разработкой, проектированием. Да, да, совершенствованием. Мы же уже выходим на новое поколение. Мы же сейчас уже доставили в нас с пятого поколения. И фактически на рынок мы выйдем с пятым поколением. Не с тем, что у нас есть, а гораздо лучше все. А здесь мы отработали элементы и так далее. И поэтому мы уже, когда берем работу с заказчиками, мы говорим, что там будет уже лучше, чем то, что есть. И дешевле, да? То есть мы же лучше, быстрее, качественнее и дешевле, а не дороже. У нас такой какой-то такой подход, да? Но в то же время заказчик может уже сейчас приехать сюда, в Беларусь, либо в Шаржу. Нет, так у меня такой аргумент. Там несколько лет назад, мне говорили, когда показывал картинки, да, это же невозможно сделать. Все говорили, ты не соберешь конструкторов, не соберешь проектировочков, не даешь финансирования. Ты футуролог, это все сказки, ты никогда этого не сделаешь. Мы не верили, но сейчас-то поверили. Все работает, несмотря на преследование, как, допустим, в Литве, несмотря на фронт-мажоры, несмотря на сбои с финансированием, потому что мы так и не зафинансировали все же этапы. Ни один этап не был прифинансирован в полном объеме. Но мы сделали больше, чем в этих этапах было определено. Поэтому надо вот это все вместе, весь комплекс учитывать. И это же мои обязательства перед инвесторами. Я говорю, что инвесторы мне поверили и нашим конструкторам-природчикам говорят, если мы обнажаемся или не так сделаем, вы уйдете. Я никуда не уйду. Я несу ответственность за все это, так? И поэтому делать это как я говорю, а не как вы хотите или как вы думаете, да? В том числе, как потом выйти на серьезный бизнес, да, на серьезные доходы, на серьезный дивиденд. Поэтому создается, ну, холдинг, группа компаний, которые вот эту функцию выполняют. И у каждой компании своя задача, своя часть этих функций. У инжинировой компании, завоевственные технологии, как раз вот функцию проектировать, да? Поэтому по любым проектам, которые мы будем делать, заказ в вине проектной работы, деньги поступят завоевственные технологии. Но не поступят для того, чтобы оплатить содержание конструкторов, проектировщиков, там, офисы и так далее, производство. Вот на этой функции, а не платить дивиденды. Дивиденды будут оплачиваться другой компанией, которая входит в группу компаний. Та, которая, собственно, будет заказывать, которая будет заниматься маркетингом, которая будет аккумулировать деньги, которые не заберут, не обложат налогами, и с которой откуда можно платить любую страну, любому инвестору без проблем, да? Поэтому вот и только вот в Эмиратах, ну, три компании, которые работают сейчас. Мы не обязательно, то есть говорим, как они работают, но они есть, они работают, они выполняют свою функцию. И когда надо будет, мы покажем, что они сделали, да? Поэтому не все видно в аудите за автоносиноги, на то, что происходит в группе компаний. Но, естественно, каждая компания тоже проходит аудит той стране, в которой она есть. Ну, по крайней мере, ту часть, которая касается оплаты за проектные работы, ее будет видна. Конечно, конечно. Мне здесь кажется, здесь еще, если я не ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, два важных вывода здесь напрашивается. Первое, это то, что не вся работа по созданию струнного транспорта сводится к деятельности, по созданию и продвижению струнного транспорта сводится к деятельности ЗАО Струнной Технологии. Это первый вывод. А второй вывод, который напрашивается, он о том, что, допустим, выплата дивидендов, которых так ждут инвесторы струнных технологий, не струнных технологий, как компании, а струнных технологий, как струнного транспорта, то выплата дивидендов, в общем-то, не зависит от того, когда и каким образом инжиниринговая компания выйдет на самоокупаемость. Нет, абсолютно, абсолютно не зависит. ЗАО Струнной Технологии могут убыточны быть, а дивиденды будут платиться. За счет тех проектов, которые… Конечно, да, да. Поэтому, естественно, мы не будем, допускать, что она была убыточна, потому что надо же развиваться и работать. Мы независимы одно от другого, и даже, ну, просто говоря, конечно, этого не будет, ну, даже если будут ЗАО Струнной Технологии убыточны, но убыточным предприятиям, то не знают, что не надо платить дивиденды, потому что мы строим проекты, реализуем проекты по всему миру, есть компании, которые эти проекты продают, они ЗАО Струнной Технологии, то, естественно, они должны платить дивиденды. За своей прибыли, получается. Естественно, да, да. И поэтому надо быть там, где нет налогов на прибыль. Так же, да? Там, где ты можешь легко осуществить платежи, без проблем, без согласования, там, с банком или еще с кем-то там, да? Не задумывай, что сейчас так просто выплатить деньги сейчас. Нет, сейчас столько преград для этого, да? Поэтому мы выбираем локации для создания вот некоторых компаний, так, чтобы там было удобно работать. Чтобы это был не офшор, потому что к офшорам плохо относятся, а там, где, можно сказать, белый офшор, где, ну, законодательство практически такое же, как в офшорах, но это не офшор. И вот такой стране относится, например, бьем на Арабский Эмират. Да даже НДС, там всего лишь 5%. Налог с оборотом, это все. Нет налога на зарплату, нет налога на прибыль, вообще нет. Ну, таким образом, они с точки зрения инвестиционной привлекательности очень выигрывают. Да, да, конечно. А все-таки проект по созданию струнного транспортного комплекса, это инвестиционный проект, в любом случае? Безусловно, потому что есть инвесторы, надо о них помнить и любить, и лелеять, так сказать, и выполнять свои обязательства по отношению к ним. Ну, и в любом случае, будем надеяться, что в следующем году мы уже сможем объявить о тех проектах, о которых вы сейчас сказали. Да, более того, мы можем и выйти даже на дивиденд. Вот, я не могу зарекаться, ну, не от меня зависит все. Я думаю, в этом году мы больше контрактов подпишем, и более серьезных, да. Ну, вот то, что происходит в мире, оно отодвигает. Но если мы не можем даже, если страну, где мы вот работаем, закрывают, просто закрывают, туда нельзя даже въехать, выехать. То есть нельзя провести переговоры, нельзя посмотреть на местности и все это, да. Нельзя встретиться в правительстве. Они не могут к нам выехать, чтобы переговорить, увидеть, что мы делаем, да. Ну, как можно, какие контракты? Ну, а зачастую они просто не хотят платить деньги, прежде чем они не увидят то, как работает транспортная система. Подожди, а кто будет платить деньги, не увидев? Ты купишь товар, не глядя? Наверное, скорее нет. Да, самый простой, самый дешевый товар. Что, только по картинке, что ли? Так же никто не покупает. Даже автомобиль, который, извините, стоит там 20-30 тысяч долларов, или там 50, ты приходишь и все-таки садишься, смотришь. Класс, ты драйв. Либо смотришь у соседа, или у кого-то, у друга, да. Такой же автомобиль. Ну, наш проект нельзя где-то посмотреть, только у нас. И только здесь можно прокатиться. Понимаете? И неважно, здесь или в Эмиратах, но в Эмиратах, если страна закрыта, и туда же нельзя уехать. Ну, я знаю, что вот то, что вы рассказываете, это прямо случай из практики. В этом году из-за локдаунов у нас такие проблемы вот именно и возникали, когда клиент не мог приехать просто. А это значит, что финальный этап? Да, 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 даже вот по одному из вот этих контрактов, они должны были пересетить там 3 миллиона долларов. Ну, не смогли это сделать. Надеемся, что они до конца года смогут это сделать, но не факт. И вот как раз из-за вот этого корнобесия и то, что локдауны закрывают целые страны. Это по этой причине. Понятно. Ну, тут, значит, тогда, чтобы закруглить эту тему, я думаю, что можно обозначить, наверное, что вы имеете в виду, что те контракты, о которых сейчас идет речь, это, скажем так, первый этап коммерческой реализации контрактов. Первый, второй. Да, и есть уже то, что очень близко к заключению контрактов. И опять же, эта работа, ну, ведется уже много лет. Вот я даже могу привести пример с Дубаем. Вообще соглашение с дубайским департаментом транспорта, ну, министерством транспорта, да, мы подписали еще в 2019 году. Они рассматривают нас как, нашу технологию, как сеть дорог в последнем мире, так называемо, в Дубае, который могут соединить разные районы города с метро. То, что называется SkyPod. Да, ну, они назвали так SkyPod, да. И наших машин, когда же с нашего разрешения, они написали, это же дубайский департамент транспорта сделал. Все рендеры, все презентации, по-моему, они использовали. Их и дубая, селфи делал с своим наследниками и так далее. Ну, это и есть в интернете, да. Так вот, мы подписали в 2019 году, но ты не знаешь, что мы сразу должны бежать и подписывать контракты. Это не так делается. Хотя они подписали соглашение с ними, да. Содержание я не могу уговорить, потому что там есть, есть раздел о кондициальности, так. Но такое есть соглашение. Хорошо. То есть понятно, что работа ведется, что есть какие-то первые существенные шаги, что вообще жизненный цикл проекта инфраструктурного, такого масштаба, такой сложности, он очень долгий. Очень долгий. То есть даже если вы говорите, три года просто на то, чтобы провести тендер. Начальник. Но они где-то весной хотят объявить. Но по некоторым проектам, которые, я так понимаю, тоже давно уже в проработке находятся, вот в этом году все-таки произошли существенные принципиальные сдвиги, и мы оказались на каком-то качественном новом уровне. И вот второе событие, на котором, я так понимаю, вы начали говорить – сертификация. Вот подробнее расскажите, пожалуйста, что собой представляла сертификация и какое оно значение имеет в контексте вообще развития технологий? Я никогда не боялся сертификации. Это все остальные, они как-то напуганы этим словом. Это что-то страшное, как будто черт там меня. Сертификация, это же… Вот самолеты по 10-20 лет сертифицируют. Ой, это же невозможно. Тоже меня пугали. Я говорю, что такое сертификация? Давайте разбираться. Это соответствует требованиям. Но я инженер путей сообщения, я дорожник. Я занимаюсь струнными дорогами уже лет 50, если не больше. И я не знаю требований к транспорту, что ли. А требования-то простые. Допустим, взять вот там салон. В дверь надо заходить так, чтобы спокойно, а не стукаться плечами. И даже инвалидная коляска должна заехать, потому что… А как же? Люди с ограниченной возможностью тоже должны ездить на транспорте. Значит, дверь должна быть уже, чем 800 миллиметров. Но мы делаем мет 20 шириной дверь. Ну, наверное, мы этому требованию соответствуем. И заходишь в метро, я стукаю с головой, я проем. Дверь, это не… Проем низкий. Мет 80. А мне в возраст выше. А у нас дверь 2,05. В Лондоне вроде там еще меньше метро. Ну, наверное, будем этому требованию соответствовать. Или, допустим, требование. Я могу ехать и читать книгу или там газету. Значит, должна быть освещенность. На определенном уровне такое-то количество люкс. Так что мы это требование не сделаем? Не делаем лампочки, что ли, нужной мощности. Да? Или не должно быть горючих материалов, потому что кто-то может там… Или сигарету бросить, мало ли, какого-то неадекватного человека. И там спичку бросить, и все загорится, что ли. Значит, должно быть негорючее материалов, и какая-то определенная категория негорючести. Ну, мы же это знаем, и потом материал берем те, которые отвечают этим требованиям. Там не должна рама сломаться под нагрузкой, когда там люди начнут прыгать или что-то еще, или зайдут больше, чем положено. И поэтому запасы прочности должны… Вот так мы, естественно, закладываем раму более прочную. И более того, ее испытываем. Не должна там дверь стукаться, ну, закрывать, когда человек застрял. Там даже есть тип анекдота, но, возможно, тут и правда какая-то есть, что там один из бывших членов правительства сталинской эпохи, я не помню, кто из них, который отвечал за метро, и когда вводили первую линию метро, Сталин увидел, как там работают створки дверей, говорит, ну, они вообще правильно работают? Да тут правильно, ну, так и засунь голову. Ну, ты засуну тебя, ой, он говорит, больно, а он раз, больно, больно. Говорят, он до сих пор, его дух бегает, по московскому метро и кричит, больно, больно, больно. Так? Вот в чем все дело. Да, так вот, мы это не напроверяем на членах нашей команды или на мне, да? Мы дали стенд специальный сделать, чтобы быть уверенным, что наши двери, допустим, 500 тысяч открываний-закрываний без проблем, и миллион, чтобы они прослужили десятки лет, не поломавшись, чтобы они зажимали голову или руку, ну, голова шире, чем рука, да, определенным усилием, не больше, допустим, там, двух ньютон, там, 200 граммов, или там, 5 ньютон, 500 граммов, это усилие регулируется. И поэтому мы тестируем, вставляем какой-то предмет и меряем усилие зажима. И здесь токер открывается. Мы же не просто взяли это, и даже вот механизм открывания дверей мы сами спроектируем здесь. И дверь наша тоже. Они взяли же дорожную, или из метро, или из самолета. Они нам не подходят. У нас лучи. Поэтому в ЗАЗ вот эти вещи делают. Вот эти. А не дайте нам деньги, а мы там что-то будем делать. Как думают некоторые товарищи, да? Ну, причем спроектировать двери, я же, так понимаю, это довольно сложная задача. Нет, это тоже один из самых сложных узлов. Дверь с механизмом. В том числе вот с датчиками, это же надо понимать, какое усилие. И надо понимать, что здесь есть предмет, и надо... То, что она должна стала закрываться, вдруг человек забегает, и не может зайти, потому что там это... И дверь должна понять, что надо остановиться, причем на определенном расстоянии, и не придавить тот предмет, не важно, человек, который, сумка где там, не важно, да? А потом открыться, так? Это очень сложный механизм, да? И мы свой разработанный механизм, и он, кстати, надежнее, чем даже вот в других транспортных средствах. Вот и дверь вообще проста, там же человек открывает, сам. Ну, в первых моделях струнного транспорта тоже было использовалось, эта же система, Unibike, в частности. Ну, Unibike, да, но это такой туристический вариант, где действительно этого не надо было делать, а здесь дальше-то у нас общественный транспорт, там как раз, ну, чтобы автоматикой работал, да? Поэтому вот эти, не только эти, а другие механизмы отрабатываем, а испытываем, и у нас есть целый испытательный центр, где мы испытываем материалы на прочность, у нас много клеевых соединений, значит, и клеевые соединения определяем, у нас применяются композиты, мы их тоже характерически определяем, и даже стали, которые, вот, допустим, там, штрипсы, которые мы используем, в частности, для корпуса и для наборной головки рельса, у нас даже головка рельса, она уникальна, она тоже, кстати, запатентована, то мы берем образцы этих сталей, и у себя, у себя проверяем их качество, состав стали, а есть ли там все микроэлементы и так далее, которые вот продают эти свойства, а действительно ли такая прочность на разрыв, а единственное, это такая ли это проводность или другие характеристики, которые нам нужны, то есть это мы все сами в своих лабораториях, в своем испытательном центре это делаем, поэтому мы целый комплекс сделали, и вот, в том числе испытаний, и вот этот комплекс, то, что мы испытали, мы переносим на продукт, продукт, а продукт не машина, а комплекс транспортно-инфраструктурный, да, и поэтому, зная вот вот это все, я понимаю, что такое сертификация, я понимаю, что такое, когда там не должно быть радиоизлучение большое, у нас же много электрообородия, то есть и мотор-колеса, а у кого-то есть кардиостимулятор, и если будет большое радиоизлучение, то он может просто отказать, и человек просто умрет, поэтому, естественно, идет проверка на различных частотах, что радиоизлучение должно быть выше вот этого предела, так мы это знаем, и поэтому, когда проектируем, мы закладываем защиту определенную, и потом сами контролируем эти радиоизлучения и так далее, мощное излучение. Мы понимаем, насколько важен шум, он должен быть минимальным, транспорт должен быть малошумным, а то, лучше, бесшумным, знаем, сколько децибел и так далее. У нас есть и оборудование, и мы тоже определяем это, во-первых, припроектируем, закладываем нужные характеристики, а потом еще проверяем экспериментально, сколько децибел, в салоне, рядом с машиной, на расстоянии там 10 метров и так далее. То есть, это мы делаем до выхода на сертификацию. Мы знаем, какие у нас колеса, какой путь, мы знаем, какое сцепление колеса с рельсом, поэтому мы знаем, какой тормозной путь, там тоже одно из требований, там определенный тормозной путь должен быть, хотя это требования пришли от трамвая и автомобилей, нам это не надо, потому что у нас нет препятствий на веру. Но, тем не менее, требования есть, мы их соблюдаем. Поэтому мы знаем все абсолютно требования, не только к машине, но и к эстакаде, потому что к мостам тоже очень много требований. Там и долговечно должно быть соответствующие, там и устойчивость, и в том числе воздействие температур, а мы от минус 50 до минус 50, плюс 50, минус 50, мы в этом диапазоне проектируем. Даже до минус 60, если в специальном исполнении, да? Да, дело в том, что там важны не вот эти крайние значения, а разность. Там, где минус 60 бывает, там не бывает плюс 50 летом. Поэтому бывает там, ну, плюс 30, может быть, максимум, и то на солнце, да? Поэтому можем 30, а там 70, минус 70, вот 100 градусов, ну, перепад 100, да? А в Дубае, например, или в Эмиратах, там вообще более комфортно, там летом, ну, на солнце максимум 60-65, мы это тоже проверяем, у нас стоят датчики, и мы знаем температуру рельса, там же надо среднюю температуру, освещенная сторона, теневая сторона, и средняя температура, потому что именно среднюю температуру испытывает рельс, и в нем возникает из-за этого напряженное состояние, из-за температуры, мы тоже это знаем, и более того, закладываем в проект те данные, которые мы взяли экспериментально, потому что в справочниках этих данных нет, кто же знает, какая температура будет у струнного рельса, откуда, никаких справочников это нет, да? Ну, я думаю, что справочники уже когда-то сейчас пишутся. Нет, так, мы пишем справочники потом по своей системе, естественно, как по новому виду транспорта, и поэтому вот эти все вещи, которые касаются не только машины, но и касаются путевой структуры, опор, энергообеспечения, связи, систем управления автоматизированные, так, мы же эти требования все знаем, и поэтому закладываем, да, и уже в готовый продукт, в комплекс, потом уже этот комплекс сертифицируем. и такая сертификация была в этом году. АТЮФ, это известная компания, которая занимается подобными вещами, и они проверили на соответствие требования все составные элементы, они что-то, все проверяли и машины, и эстакаду, и опоры, и станции, и даже диспетчерскую, там, депо, хотя-то, не депо, громко сказано, там, мастерские, нам депо-то не нужно, где там колесные пары стоят, паровоз, вереница, у нас, это фактически гараж, или мастерская, где там одна машина небольшая, будет стоять, ее будут ремонтировать. У нас же там тоже в Эмиратах это есть, и здесь тоже есть. Это было проверено на соответствие требованиям, и потом выдан сертификат вот на технологию Юскай, которая является комплексом. Ну, правильно ли я понимаю, что получение данного сертификата не означает, что вот с ним теперь мы можем прийти и вот точно такие же комплексы ставить в любой точке мира, и что в каждом случае сертификация будет осуществляться по тем же алгоритмам, которые вы описали, но как бы в отдельном порядке, в отдельно установленном. Ну, сертификация не всегда применима, хотя ее это слово пихает, сует, куда только не нужно. Сертификация, на самом деле, это соответствие требованиям. Давайте более по-русски говорим. Поэтому мы знаем требования в любой стране. Поэтому в любой стране мы можем построить адресный проект в соответствии с требованиями, существующими в этой стране. Поэтому мы пройдем так называемую сертификацию в этой стране не с помощью той бумажки, что мы получили, а просто по этой же процедуре пройдем. Мы ее прошли и знаем, как это делать. Понятно. И почему ее, опять же, Тюфини пригласили туда? Они уже знакомы с нашей технологией, они уже ее проверяли на доходах по ним. У нас долгосрочное сотрудничество с ними. Мы заключили договор сотрудничества, и поэтому в любой стране мы можем через них, опять же, получить так называемую сертификацию. В соответствии с требованиями. На самом деле, получается, что год был просто поразительно продуктивный. Да, несмотря на все трудности, проблемы и так далее. Я же в этом году и коронавирусом тоже переболел. Но я, собственно, когда болел, я работал. Ну, не там, я здесь находился, но я полноценно работал. Я не лежал там где-то больной. И поэтому для меня этот год был, наверное, одним из самых продуктивных. Лично для меня. И плюс же еще продолжалась стройка. И здесь, на территории Редакторской и Евразии. Хотя она такая вялотекущая в силу этих причин, но она идет, безусловно. Идет. И несмотря на вялотекущий режим, она достаточно активна, потому что я же могу сравнивать с другими. Вы даже смотрите. Ну, по той информации, которая у меня есть, я не знаю, вот она не совсем точна, но у меня есть такая информация, что на создание юмобиля было затрачено 300 миллионов долларов. Это не буду называть кто, это российская олигарх и так далее. Все и так знают. Ну, тем не менее, было сделано пять машин. Всего лишь одну из них подарили Жирновскому, там что-то показали Путину, еще кому-то там, да. Ну, всего пять экземпляров было, так, сделано. Потом все это обанкротилось, и производство у них было простейшее в бывшем типографском цехе, там была типография, да. И когда мы пришли, я пришел в Минск, узнал об этом, что это был у них банкрот. И мы купили это здание, которое было, уже там не было никакого оборудования, это просто был цех, без ничего, пустой, да. И конструкторы, которые остались не у дел, ну, не всех, но где-то половину мы взяли к себе на работу. И мы, ложив и здесь, и в Эмиратах, ну, грубой оценкой, потому что точно тут никто не мог сказать, даже я, где-то 200 миллионов долларов, там, значит, 300 миллионов и 5 машин, одинаковые, да. Мы сделали, спроектировали, изготовили, испытали, причем на разных режимах делали 12 моделей, моделей, не машин, машин у нас больше сделали, потому что некоторые модели по несколько машин, совершенно разных машин, грузовых, пассажирских, городских, высокоскоростных, легких, тяжелых, так, сейчас на стапелях еще 5 машин, потому что для Эмирала, сюда, среди них есть еще 5-го поколения, это в те же 200 миллионов долларов. мы построили, а, во-первых, ну, это здание купили, ну, как и у них было, мы же вот тоже за него заплатили. Кроме этого здания, у нас еще куча зданий появилась, в том числе, офисное здание, где где-то 12 тысяч квадратных метров, 9-этажное здание, огромное, это же наше собственное, мы тоже за него заплатили. И потом еще десятки других зданий сооружения нашей собственности, ну, собственность, я имею в виду, ЖТА, и в том числе инвесторов, да, это все входит в те же 200 миллионов долларов. У нас в собственности здесь 36 гектаров земли, 28 гектаров земли, в аренде, правда, в Шарже. Построена здесь 5 тестовых трасс, построена одна тестовая трасса там, в Шарже, и строится еще раз-два-три-четыре-пять. Пять трасс еще в те же 200 миллионов долларов все это входит. У нас работает порядка тысяч инженеров группы компаний электронных технологий, вот, ну, ЮСКА или ЮСТ, и мы же платим годы, годы и годы зарплату, а там работал человек 50, наверное, не больше. Ну, они же только и мобиль делали, а не инфраструктурный проект, да, сюда же тоже деньги тратятся, естественно, да. И мы еще делаем многие сопутствующие работы, которые потом дадут нам дивиденды, ну, даже, пусть вот это здание построено, да, потом по такому же принципу, только еще больше построено в Эмиратах. И сейчас у нас будут заказаны наверняка там на такие деревянные дома, потому что все хотят жить в таком доме, это просто произвел фурор там. У них у кого нет опыта реализации. Они даже, ну, приходят там шейк какой-то, говорят, а что, дерево что ли? Так не может быть, как? Оно же горит. И дерево нельзя дома строить. Он говорит, как здесь дышится, как здесь хорошо, я хочу иметь такой дом. Понимаешь? Там действительно, когда индусы строили, ну, они как на стройке, обед они легли там на песок, там же тепло, или на бетон и спали в обед. А потом, когда стены возвели, они уже поняли, что лучше там спать. Там даже без кондиционера комфортные условия. Даже в жару, там другой микроклимат в этом здании, мы же и эти вещи делаем. А сколько мы опор поставили за эти деньги? В юнимобиле опоры не ставили. Это только в Санта-Барбаре там 20 опор. А так вообще, наверное, если взять здесь и в Эмиратах, больше 100 опор. А каждый опор это целое сооружение. А посмотрите, станция двухэтажная, где музей для скоростного и для городского транспорта. И там еще и музей сделан. А посмотрите, лабораторный корпус с самым современным оборудованием. И сюда же входят, там у них были в юмобиле какие-то там примитивные станочки. А у нас сейчас такой парк станков пятикоординатных самых последних моделей японские станки, которых нет, вот такого набора станков, нет ни в одном предприятии, предприятий Беларуси, в том числе военки. Они у нас. Поэтому, когда я говорю, вот там недофинансировали и так далее, то, ну, это не плач, там, Ярославль, или я не знаю, чей, да? Я просто сожалею, что мы могли еще больше сделать, если было финансировано. Но за эти даже деньги, которые было, вот, недофинансирование, да, мы столько сделали, что другие просто не способны даже не то что это сделать, понять, чтобы, как вы могли это сделать, но вам не верят. Ну, это же, вы знаете, как это, вот, приезжая там, говорит, что это будет все сами сделаешь, что ли? Ну, и с другой стороны, когда задают вопросы, вот, почему вот компания существует уже, там, пять лет, да, и нету коммерческих проектов, то, в принципе, мне кажется, здесь просто нет понимания того, что пять лет это очень короткий срок для того, чтобы создать продукт и прийти к тому этапу, на котором мы сейчас находимся, когда у нас уже появляются первые коммерческие проекты. Там понятно, я там сам сроки называл, но я называл сроки оптимистичные, а не пессимистичные, это естественно, исходя из того, что у нас будет поддержка государства, что у нас будет плановое финансирование поэтапно, да, что не будет никаких там форс-мажоров, локдаунов, там, я не знаю, пандемии и так далее, ведь в этом сценарии так же, но когда начали происходить события, даже вот Литва, они же на 2-3 года отбросили назад, если бы это не произошло, мы уже давно бы там построили бы, и, кстати, это уменьшило и финансирование, потому что скандал отразился на нашей репутации, хотя мы здесь ни при чем, по моим прикидкам, мы потеряли порядка 100 миллионов евро только на это, 2-3 года, так тогда мы, наверное, планы бы реализовали, но это же неизвестно было в начале, несмотря на все это, посмотрите, да, как мы, да, есть и сравнение с другими инфраструктурными проектами, но даже возьмем, я часто привожу пример, снова его приведу, давайте сравним с поездами на монетной подушке, по сложности это примерно одно и то же, почему, потому что и там инфраструктурный проект, и там инфраструктурный проект, так, и там транспорт, и там транспорт, так вот, поезда на монетной подушке занялись в Германии еще в 30-е годы прошлого века, когда был получен патент на монетную подушку, и Сименс занесла с этим и начали работать, потом была война, все это, работы остановились, а потом после войны снова возобновились, была постоянно тестовая трасса, всего одна, а у нас сколько тестовая трасса, причем была построена только одна модель подвижного состава, а у нас сколько моделей сделано, так, потом они, естественно, прошли сертификацию, и была единственная продажа, это в Китай, Шанхай аэропорт, и там построена трасса 30 км длиной, которая, естественно, не купила все вложения, потому что за эти годы было вложено 6,5 миллиарда евро, а годы эти не 5 лет, а 50 лет, сложить, а что они так долго 50 лет делали, Семенц, где 200 тысяч или там 300 тысяч человек работает, государство в государстве, и мы стартап, который многие в микроскопе не видят, когда их там вообще там нет, там где-то, я не знаю, пенсионеры работают, там по 500 долларов, и что-то лепят из фанеры там, а в Юнивес поставили вон движок от кофемолки и колесики от тележки в магазине, говорит, что это, это разумашина, а наши машины не проще поездить на моих подушках, они такое же имеют сложность, потому что тоже транспорт, там транспорт. – Ну, и это совершенно уникальная инженерная задача. – Ну, и они тоже уникальные дела, они же до этого тоже… – Конечно, я же говорю, что сопоставим, потому что и то, и другая уникальная инженерная задача. – В одной и той же отрасли, и там, и там эстакада, кстати, потом там, и там надо было делать инфраструктуру и так далее, и так далее. Но я могу сказать, что мы как инженеры более грамотные, мне казались. У меня тоже варианты были делать магнитную подушку. Я давно это оценил, чуть ли еще не студентом, что это тупиковое направление, хотя все говорят, давай побежали туда, там, в наше светлое будущее. Почему? Потому что в зазоре теряется очень много энергии. Зазор нельзя делать большим, потому что вообще КПД будет, система очень маленький. Мы как инженеры оказались умнее и талантливее. И еще, бог знает когда, наверное, 50 лет назад, там, в студентские еще годы, я же тоже думал, каким транспорт должен быть в будущем. И тогда как раз был упор, и все думали, что вот будущее за магнитной подушкой, за поездами на магнитной подушке. Я тоже это анализировал и понял, еще в студентские годы, что тупиковое направление. Потому что в транспорте главное не то, как ты относительно полотна себя зафиксируешь колесами, воздушной подушкой, там, или магнитной подушкой. Главное, аэродинамика. Потому что мы живем в атмосфере. Мы не на Луне, где вакуум. И при больших скоростях, там, 300, которые выше, основные потери в аэродинамике. А как ты относительно полотна, это уже не важно, это второстепенно. Надо сделать хорошую аэродинамику. Так вот, магнитная подушка убила всю аэродинамику, потому что там появилась юбка, паразитная, да, которая зашла под балку, которая дала маленький зазор, потому что нельзя большой зазор, иначе там вообще будут такие потери. Это же магнитное поле в зазоре-то теряется. Но оно выглядит даже так, что понятно, что там аэродинамика не очень высокая. Да, так там они сделали по эффективности хуже, чем самолёт. Так в чём же будущее? В том, что он менее эффективен, чем самолёт. При меньших скоростях, чем у самолёта. Так я это понял, как инженер, давно и не пошёл по этому пути. А мой анализ показал, что самая эффективная, скорости там до полутора тысячи километров в час. Так я давно-давно этот анализ сделал. Стальное колесо. Нет пневмомашины. Потом в «Бугатти» там, где же пневмашина и низкая посадка, и идёт плохо, ну, неравномерное обдув воздухом при движении, и там снизу уплотнение получается, завихрение, и сзади выходит там турбулетность, и возникает большое сопротивление. Вообще при больших скоростях автомобиль может перевернуться, да. Потом ставят антикрыло. Поэтому в «Бугатти», например, очень плохая гардинамика, на самом деле. «ЦХ», это коэффициент параллельное обдувание, 0,42 с антикрылом, да. А у нашего «Юнибуса», который мы продували, 0,06, в 7 разлучий. Так, естественно, у них в «Бугатти», где два человека едет, и скорость 430 км в час, не 500, 430, полторы тысячи лошадиных сил мощного двигателя. А чтобы было 500 км в час, для «Бугатти» нужен двигатель 3 тысячи лошадиных сил, чтобы ввести двоих человек, да. Я-то давно понял, и поэтому я сделал уникальную аэродинамику. Продукты, это десятки раз мы в Питере продували на «Рубине», у них хорошая аэродинамическая труба, и запатентованы, поэтому я могу говорить об этом, да. И это лучшая аэродинамика в мире. Но даже мы сделали не немцы, ну, не Сименс. И не за 50 лет, что важно. И не за 50 лет. И они, допустив вот эти инженерные ошибки, то есть по оптимизации, я не говорю, что они глупые, нет. Оптимизация – это не ум, это не что другое. Понимаете, это другое нечто. Надо уметь комплексно мыслить, системно мыслить, да. И уже так складывать систему, что она была синергия. Там у них, наоборот, один элемент ухудшал другой, тот ухудшал третий, и так далее. И там обратный процесс произошел, да. И более того, за то, что они такую систему сделали, они допустили аварию. Да. И погибло 20 туристов. Страшная была авария. Да, авария. А там причина простая, потому что зазор маленький. А если снег выпадет, а если там лужа будет, и замерзнет вода, балки на это, это лед будет, или веточка упадет. Это ж зазор маленький, это же авария будет, все погибнет. Так они сделали чистящую машину, которая чистит балку, полотно каждый день, да. И я не понимаю, как можно было такую систему управления сделать, когда однопутная трасса, одна и та же компания. С одной стороны, поезд посадили туристов и сказали, вы сейчас поедете по этой замечательной дороге, будете любоваться природой с этой птичьего полета. А с другой стороны, поехала машина, которая чистит полотно. И как эта система управления не поняла, что они едут навстречу друг друга по однопутке. И они столкнулись на скорости, по-моему, 170 км в час. Все погибли. У нас такого быть не может, потому что у нас не надо чистить полотно. Тем более навстречу пускают. Зачем? Она самоочищаема. Потому что стальное колесо, мне боится льда. Я-то еще в озерах убедился и даже пари выиграл. Ящик коньяка, правда, там были спиртеон, они мне почему-то его не поставили, да. Или не доставили там с Нью-Йорка. Потому что когда... А там же трасса, она наклонная. И наклон 1,10. Кстати, трамваи, максимальный уклон 1,9. То есть это больше, чем максимально, допустим, для трамвая. И мы зимой наморозили на рельсы. Там рельсы были трубы стальные, лед. Ну, поливали водой и намораживали. Ну, сантеатров 5. Льда наморозили. А потом еще снег выпал, там шапка льда. А снег еще. Вот рельсы, а там лед, а потом шапка снега. И первый раз машина стоит сделал. Собрались эксперт, они приехали. Я решил подъематься. Я первый раз, я тоже... Ну, я был уверен, что все будет хорошо. Но я не знал. Это было первое испытание такое. И они говорят, да не поедет. Я говорю, слушайте, а давайте пари заключим. Хотя для меня это было первое испытание. Но я понимал, что произойдет. Колесо, сталь по стали, дает напряжение больше тысячи килограмм на квадрат в сантиметр. Лед не выдерживает. Поэтому первое же колесо раздавливает лед до касания сталь по стали. И лед улетает. Поэтому эти эксперты убегали, боялись, что там кусок леда им по башке даст. Они убегали и так далее. Ну, и что-то снимали еще, естественно. А почему это в этом транспорте, где автомобильном, это не происходит? Потому что в машине давление, ну, максимум 5 атмосфер. Максимум. Значит, давление на лед максимум 5 килограмм на квадрат в сантиметр. А лед такое напряжение выдерживает. Более того, снег уплотняется, превращается в лед. А резина по льду, это как конек. Не знаю, если кто-то ходил. Это как на коньки, фактически. То есть, там нет трения вообще. Я думаю, что многие ходили. Подошвы обычно делаются из резины. Каждую зиму... Ноги ломают и так далее. Поэтому в резине это не стоит ходить. И поэтому, естественно, даже небольшой бугорок автомобиль съезжает. И сколько аварий из-за этого происходит. У нас этого не будет. Потому что изенер правильно все спроектировал. Вы вот говорили, мне показалось, что во многом вот Симонс, они очень сложную многокомпонентную систему создали. И, вероятно, это был один из факторов, приведший вот к этой жуткой катастрофе. В трудном транспорте же наоборот, насколько я понимаю. Принцип к тому сводится, чтобы сократить количество элементов. Нет, это не так. Нет. Один из моих критерий... Минимализм, то есть? Да. Эстетичный, конструктивный минимализм. То есть я на первое место ставлю все-таки эстетику. Но на инженерную эстетику. То, о чем говорил Туполев, что красивый самолет хорошо летает. А хороший самолет красив. А не тот, который разукрашен дизайнером. Поэтому инженерный, эстетичный, конструктивный минимализм. Поэтому, естественно, минимум, так это и есть. Понимаешь, когда ты там скульптор делает статую из гранита, он же отсекает лишнее. Так надо уметь отсечь лишнее, не повредив то, что там внутри потом будет. А там можно отсечь и будущее ухо, и нос там, и еще руку. То есть надо это же уметь делать. Так это и есть оптимизация. Уметь убрать лишнее и найти синергию. Это непросто. И я уверен, что они не делали, допустим, в Семенце вот тот анализ, который я сделал студентам еще. Потому что мы отличаемся, наше мышление отличается от их мышлений. Даже то, что у нас огромная страна, у нас этот космизм есть. Вот это вот, понимаете? Если бы я жил в маленькой стране какой-нибудь там, я не знаю, в Швейцарии, да какие бы там мысли о космосе были, обо чем вы говорите? Я бы никогда этого не нашел. Естественный транспорт, я бы ничего не придумал бы. Я думал, как там часовую мастерскую открыть или банковское какое-то дело, потому что все тут вокруг на этом зарабатывают, да? А не об этом, да? Думал бы. Поэтому и воспитан так, и получил образование в соответствующем уровне, да? Мне вот тут вспомнился просто вот эпизод, недавно буквально произошедший, когда речь зашла о том, что необходимо сделать некое приспособление для диагностики путевой структуры. И, собственно, вы мгновенно отреагировали тогда, сказав, зачем вы это делаете, ребята? У вас же по путевой структуре движется транспортное средство. Пускай оно едет и, значит, снимает показатели. Ну, конечно, так это и с самого начала и планировалось, и говорилось, но, тем не менее, конструктор это забывает. Он хочет что-то свое придумать, как будто на балдашник никому не нужный, который потом еще создает аварии, как это чистящая машина. Путь должен быть чистым, ничего не должно быть лишнего. Только те машины, которые ездят. Ну и, наверное, за счет оптимизации, собственно, и происходит то, что происходит, когда за пять лет, в принципе, сделано невидимое. Там обычно цикл разработки обыкновенного автомобиля, он не меньше двух лет составляет. Здесь за пять лет мы, получается, проделали путь. Ну, я, мой основной, советский инженер, так скажем. Я стал получать инженерное здание еще до того, как были компьютеры, эти все iPod, iPhone и все прочее. Тогда, когда были счеты, только еще даже калькуляторов-то нет. В те времена была грифмической линейкой пользоваться, да? Я использую карандаш и бумагу. У меня есть рабочий тетрад в клеточку, больше ста листов, которые я, ну, А4, я вот этими схемами, четежами, я разрисовываю с двух сторон где-то в течение полугода. Поэтому за эти годы я, ну, больше двадцати, наверное, таких тетрадок заполнил схемами, четежами, четежами, расчетами. Причем из них пошла в жизнь только, может, десятая часть или двадцатая часть. Потому что там идет оптимизация тоже. Потому что ты, вот я начертил, пошла мыть дальше, я вижу, что здесь есть недостаток в этом элементе. Я не перечечиваю этот, я чечу другой четеж, составляю недостаток этот, да? И выявляется еще что-то, какой-то недостаток или это, да? И появляется видение, как улучшить. Иначе чечу новый четеж. И так вот происходит оптимизация. А не так, сел и нарисовал? Нет. Она потапно идет, да? Она не может быть мгновенной. Это не то, что вот осенило, и ты, ой, гений, я... Да нет, это каждодневный огромный труд. И в два часа ночи, и в три часа ночи, может быть, и в пять утра. И когда ты начал это, что-то делать, я начал, да? То я должен закончить, а не лечь спать, а потом забыть, что я там делал, да? Иногда просыпаюсь в пять утра, сажусь сразу в чете. Потому что проснусь я с мыслью, как улучшить, да? Как эти решения, либо отказаться, потому что есть другое решение. Оно диаметрально, да, противоположное. И приходится говорить, ребята, мы вообще прекращаем эту работу как неперспективную. Как? Мы столько там туда потратили. Ну и что? Потому что вы тогда законсервируете отсталость. Да, мы сэкономим там пятьсот тысяч долларов, допустим, потраченные ваши заплаты задали. Но потом делаем систему, которая за сто лет даст убыток сто миллиардов долларов. Или не даст дохода сто миллиардов долларов. А может триллион. Так что важнее? Вот это ваш труд или та недополученная выгода для человечества. Поэтому мы прекращаем и делаем новое поколение. Я делал это не раз. Не раз, да? И даже вот эти вот трассы, которые за локдаун и так далее остановились, работа, и оставили их совершенствовать. И мы там построим совсем не то, что планировали. Абсолютно, даже близко не похоже на то, что. Так слава богу, локдауну мы не стали вбухивать деньги в то, что менее перспективно. Ну и правильно ли я понимаю, что вот исходя из того, что вы сказали, можно как бы умозаключить о том, что именно то, что в 2021 году начались первые коммерческие проекты, это во многом оказывается положительным для компании. Потому что гораздо меньше рисков на выходе с этими проектами получается. Потому что те пять лет, которые были потрачены на развитие технологий, они позволили выйти с гораздо более продуманными, более эффективными и надежными решениями. Так ли это? Так, естественно. История любой компании. А что, Стив Джобс стал сразу Стив Джобсом? Кто его знал в 80-м году или даже в 90-м году? А это, между прочим, они же, по-моему, в 78-м году? Они трудились. Да, ну где-то так. Ну, это уже было лет 12 компаний. Меньше, чем нам. Так мы сейчас громче звучим в мире, чем они, допустим, там, через пять лет после создания. Ни одна компания мгновенно не взлетает. Такого не было никогда. Это можно только обойти технологии. Купил там компьютер, еще взял там 10 человек, дал им ноутбуки, и они там все-то раз сочинили. Не надо ничего строить, не надо железа какого-то, не надо заводы, фабрики. А ну, например, циферки. Ну, грамма-то сложил эти циферки, да? Получил какую-то программу уникальную. И смотришь, купили стартап за миллиард долларов. Это там бывает. А ты иди в самолетостроение так сделай. Невозможно, конечно. Иди. Так вот, А-380 12 лет проектировали. Один самолет. Да. 12 лет. И потрачено было 20 миллиардов евро, чтобы это понимать. И поэтому 12 лет – это не самый большой срок для таких вот сложных изделий. Не самый большой срок. И по 20, по 30 лет есть. Так? А мы делаем комплекс. Это еще увеличивая сложность. У нас нет тех миллиардов, которые дают государство на другие программы. У нас нет таких, да? Их никто не демонизирует, не преследует, как нас. Не оскоблят в прессе, не вешают там, я не знаю, грязь всякую, да? А нам же в этих условиях приходится работать. Ну, я так понимаю, что в связи с этим отчасти мы не называем конкретно тех проектов, по которым… Да. Потому что я знаю, сколько туда придет писем, и мы закончим тем, что просто проекты откажутся от них. И у нас тоже такие были примеры. Когда по несторожности мы назвали их. Зачем? Зачем эти риски? Ну, это понятно абсолютно. Здесь речь идет о защите бизнеса и о защите интересов инвесторов. Поэтому и Ребренин был сделан по этой причине. Потому что SkyWay – это термин я-то придумал. Но он как? Он был известен. SkyWay – это вообще-то эстакада. Ну, если дословно переводить, то… Да, ну… Так это эстакада, ну, мост. Так, извините, мы ее и строим эстакаду. Тем более Sky – это часть моей фамилии, ее не Sky, да? Я-то придумал как технологию, и стал говорить об этом. И первой компанией создавал именно как технологический, используя слово SkyWay. Не как инвестиционный. Но этот же термин. Инвестиционные фонды стали использовать как бренд для привлечения инвестиций. Не как технологический, а как инвестиционный бренд. Из-за этого его демонизировали. А это не тот SkyWay, что я придумал. Это другой термин на самом деле. Но он и совпал. Ну, это как есть Анатолий, и есть Анатолий, и еще Анатолий. Да, да. Ну, это не значит, что они все… Один и тот же Анатолий. Да, они одни и те же, да? И поэтому их стали обвинять не нас, не технологии, что они там пирамида финансовая, что они там что-то не так работают. Хотя это тоже все ложное. Никакой там пирамиды на самом деле нет. Да. Никого они не обманывают. Но, тем не менее, это наши противники, их много, недобжелатели и так далее. Они это использовали, чтобы опошлить это все. Даже стали писать статьи в Википедии и так далее. И этот термин стал токсичным не для инвесторов, а для заказчика. Потому что он стал видеть связь между тем, что мы делаем, и я делаю как инженер, и между тем, что делают инвестиционные фонды, используя кратные вестинги, вот эту систему привлечения инвестиций. Так это абсолютно разные вещи. И поскольку произошло смешение понятий, я решил уйти от этого термина. И мы его сейчас не используем. А инвестиционные фонды – это их право, как хотят. Это не входит в нашу группу компаний. Но, тем не менее, мы не вычеркиваем это из истории, и историю не переписываем. Нет, такие истории я не пишу. Конечно. Я ношу значок СВ. Я не хожу вперед пятками. Это типа, как сейчас призывают там все памятники Ленину снести, потому что сменился строй. Ну да, зачем? Что СВ, опять же, это знак мной придуман. Это аббревиатура и других еще понятий. Скайборд. Спейсвей. Это же комплексные технологии, которые я же придумал. Да. Поэтому для меня СВ – это не только Скайвей, а еще более значимые мои же программы. Спейсвей – это более значимая программа, вынесение индустрии в космос. Ну вот, коснулись ребрендинга, Анатолий Иванович. Здесь вы сказали по ребрендингу головной инжиниринговой компании Unitsky Stream Technologies. Кому интересно, могут почитать пресс-релиз. У нас был опубликован на сайте и в СМИ. В этом году еще появилось нечто новое. Появилась формулировка «инженер нового мира». «Юницкий – инженер нового мира». Что это такое? Вкратце, если вы поясните, будем вам говорить. Там еще в бренде «Моя босая нога». Я люблю ходить босиком. Во-первых, это полезно. Об этом можно много говорить. Почему это полезно? Но это и говорит еще о другом. Я не боюсь мира, в котором я живу. Мне говорят, как? Там же стекло может попасть. Ну, что? Ну, порежусь и что? Заживет ранг. Ой, там же какая-нибудь зараза укусит. Там осапчила. И что? Ну, даже пользу. И пчелиным ядом даже лечит. Что? Что бояться-то? Зато я пройду по России, где столько фитонцидов, там столько полезных минералов, которые перешли, там, витаминов и так далее, веществ от цветов, от трав. И это все придет на мою кожу. А мы же и микроорганизмы, которые живут в травке, в почве. Вообще-то мы живем в скафандре живом. У нас, если мыть все время хлорочкой руки и все тело, то долго не приживешь. Потому что смоешь эту защиту, которая есть на коже. Там порядка триллиона бактерий разных живет. Это наша живая защита. Это первый эшелон иммунной системы нашей. И вакцины, которые там принимают, не поможет вот этой защите. Так я ее усилю, когда я возьму из земли, тоже живет на коже. Вот еще по каким-то образом его убил. Может там в бане смыл все, или в душе, или там мылом. Так я снова это могу восстановить. Так что бояться? Поэтому босая нога, и там босиком по вселенной. Если бы мог пойти, я пошел бы по другим планетам босиком. Ну, конечно, там, к сожалению, другие условия. Поэтому это нельзя сделать. Ну, по земле там можно ходить босиком. А джинерного мира? Потому что тот мир, в котором мы сейчас живем, идет тупик. У него максимум по технологическим причинам. Потому что тупиковые технологии и просто убьют биосферу. Там энергетика, металлургия, транспорт и так далее. Если таким он будет, как сейчас есть, то это два поколения. Но у коронавируса вот эта пандемия вскрыла еще один фактор. А Галила, который был невидим, но он был. Есть так называемая глубинная власть, глубинное там, можно сказать, правительство. Есть глобалисты, либералы и так далее, которые избрали другой путь. Другой путь. Ну, там, я вот в своих тоже выступлениях говорю, это 5D. Где диджитализация, где карбонизация, где индустриализация, где популяция, где социализация. И если они реализуют свои планы, то она максимум осталась как цивилизация. Ну, может быть, до 30-го года. Не долго. Не надо ждать двух поколений. Восемь лет. Да. Больше не надо. Мы все будем оцифрованы. Мы будем жить в виртуальном мире. Будешь лежать где-то на диване, в помятых рваных джинсах, потому что на новые джинсы тебе не надо. Ты же на улицу не выходишь. И стирать не надо, потому что вот тебя стирать только можно раз в месяц на стиральной машинке. Потому что ты же много воды потратишь и энергии, да? И будешь в очках жить в том виртуальном мире, по-замечательном. И мечтать там о чем угодно. И потом потихоньку помрешь, не оставив потомство. Вот куда все это идет. И тот прекрасный мир, который они описывают, это всего лишь фантазия. Мир будет совсем другим. Ну, это вкратце, грубо говоря, конечно. Но они это все очень детализировано показывают в фильмах. Они показывают, как голливудские эти, красоту и так далее. Апокалипсис, выжженная земля, роботы вместо людей. Они же когда, это фильмы, когда ведут, зовут туда, они же говорят о другом. Но, тем не менее, подспудно готовят нас вот к этому. Да. Зачем тебе свой дом? Ты будешь ее арендовать. Зачем тебе машина, если тебе надо ездить? Ты же будешь работать дома. Потом у тебя нет машины. Да зачем тебе такие хоромы? Ты же можешь вон, а девочки, жить на вилле, где-то наложил на берегу. А потом в один момент оказывается, что у тебя ничего нету и тебе просто говорят, иди к черту отсюда и все. Конечно. Ты же вообще никто. Да ты сам как бомж. Кому он нужен, да? И когда он помирает, тот и замечает. Может такие вот соседи по бомжатнику, который еще боролся, что он помер и место освободил. И все равно кому-то все это будет принадлежать и понятно кому-то. Так это понятно кому. Понятно для чего это делается. Чтобы получить просто власть на всем человечеством, превратив его в стадо, да? В стадо баранов. И вот понимание того, что мы идем еще и туда, и индустрия, если будет так развиваться, тоже туда же ведет, только с другого боку, да? И получается, что вот этот вектор более страшный сейчас, то что происходит, и он более краткосрочный. Поэтому я сейчас активно стал заниматься тем, чтобы противодействовать этому и объяснять, что не надо туда идти. Не надо ни в коем случае. Говоря о том, что мы можем по-другому развиваться, изменив, не закрыв индустрию, а изменив ее. Не закрыв энергетику, а изменив ее. Где отходом работы электростанции, ликтовой биоэлектростанции, солнечной, кстати, там солнечная энергия, да? На бурых углях. Отходом ее будет гумус, отходом работы электростанции, на котором мы посадим сады. И конечным и отходом работает транс. Будет яблоки, виноград. Потрясающе. Да. С которым мы можем делать шампанского и потом выпить за светлое будущее, которое мы можем построить. А не зато будущее темное. Это темные века. Еще более страшные, чем те века, которые были, вот куда нас ведут, да? Под эти красивые лозунги и так далее, да? Изменить сельскохозяйство, оно должно быть органическим, у нас это есть, и на фермерскохозяйстве это показывают. И изменив проживание, без проблем можно каждую семью обеспечить домом. И садом, плюс садным участком 10-20 соток. И в доме, и на крыше, в оранжереях, и в теплицах, и это все здесь у меня продемонстрировано, на фермерскохозяйстве. Будет расти и пища здоровая, которая прокормит семью, живущую в доме. Поэтому какая проблема с продовольствием? Она решаемая. Проблема с проживанием решаемая. Проблема с транспортом решаемая. Вот струнный транспорт, он не отнимает земли, он безопасный и так далее, он менее энергоемкий, он более эффективный. Проблема с транспортом решается. С проблемой, не хватит там земли, нехватки земли, она тоже решается. Какая нехватка земли? Если мы из-под фундамента дома землю переносим, если даже песок пустыни на крышу, обогщаем гумусом, который здесь же производится, в линейном городе, да? Кластырь линейного города. И садим сад. Значит, мы земли добавили плодородную, не убавили. То есть это проживание, линейные города, увеличит продуктивность земель, увеличит качество земель, увеличит площадь этих земель, они уменьшат. Сами дома займут где-то одну двухсотую часть суши всего лишь. Но они прокормят всех, кто там живет. Это 10 миллиардов человек, без проблем. Так давайте мы туда пойдем, а не туда, куда нас зовут, как Баранов. Где лучше жить бы, там или вот здесь? Я думаю, это всем понятно. Ну так давайте, я поэтому стал и говорить, стал сравнивать, раньше я не сравнивал. Я считал, что это невозможно, что такой путь невозможен. Это в принципе, мы же все умные люди вроде бы. Вы имеете в виду вот этот вот путь, который предлагают нам сегодня? Потому что я подумал, что это просто нужно быть идиотом, чтобы туда идти и звать туда. Но это же происходит. И это не в страшных снах происходит, не в блокбастерах там каких-то или в фильмах там, в катастрофах. Это происходит реально в нашей жизни, и большинство людей этого не видит. И даже говорят, да, это же хорошо, это замечательно. Это же замечательно. Так вот здесь как раз то, что мы делаем, это будет противодействовать и вот этому. И действительно, мы спасем планету и человечество своими технологиями. Получается, что и год был не просто насыщенным, а знаковым и поворотным таким в судьбе технологии. Ну как переломным. Переломным, да. Несмотря на трудности. В первую очередь в моем сознании. Я же все-таки веду вот это все. Я собрал инвесторов, я собрал компании, я дал технологию, да. Я не то, что я там люблю хвастаться. Я, я, я. Нет. Ну вот так оно и есть по факту. А что мы должны говорить, что и я в данном случае. Поэтому в моем сознании тоже пришло вот это понимание, на каком переломном участке пути в будущее находится наша цивилизация. А я часто это цивилизация. У меня есть семья, есть дети. У меня есть внуки. У них тоже будут дети и внуки. Я хочу, чтобы жили в мире, в котором я нарисовал. А не в мире, в котором вот нарисовали эти глобалисты и либералы. Конечно, люди сами будут выбирать, в каком мире им жить. Но я хотел бы, чтобы они выбрали тот мир, который я придумал. Как инженер. Не как человек, который зарабатывает деньги. Не как человек, который хочет быть, управлять миром, да. Иметь там пять яхт, я не знаю, три острова, я не знаю, там, боингов десяток и так далее. А это же глубинное государство, так называемое, элита. Она же для этого, чтобы сохранить свою власть и преумолеть свои богатства, да. Они же всего человеческого хотят превратить в стадо баранов, да. У меня же совсем другие цели. Я же не для себя это делаю, не для своего блага. Для людей, для человечества. Я не собираюсь этим управлять. Она сама будет это существовать. Она должна сама управляться. Потому что линейные города, кластеры, это будут как общины, где каждый из них может жить, ну, по своим законам, образно говоря. По своим, может собраться в круге интересов, вот, да. И там, не знаю, по каким-то религозным мотивам, или там, я не знаю, там. Или люди искусства могут собраться. Или там физики, или лирики, или так далее. Или там, еще какие-то интересы есть. Так ради бога, живите общиной. По своим правилам. Ну, естественно, не нарушая законов в стране, в которой ты живешь. Кстати, интересно. Вот только что подумал, вот вас часто сравнивают с одним американским визионером. Наверное, не будем называть фамилии. Ну, лично это довольно известно. Так еще что-то. Я имею в виду Илона Маска. Который недавно объявил себя техно-королем. Вроде как он даже такую официальную должность в компании Тесла занял. Да, да, да. Так вот, разница какая? Король – это как атрибут власти. Атрибут того, что мне принадлежит. Я монарх, я суверен. И инженер. Кажется, вроде как, не скромно. Но если сравнивать, то получается, что очень скромно, предельно скромно. Потому что инженер – это просто тот, кто обслуживает потребности человечества, по большому счету. Ну, какой-то группы людей. Тот, кто создает инструменты для того, чтобы людям жилось легче. Да, и поэтому я инженер нового мира, а не старого мира. И у меня создают технологии, которые приведут новый мир. Более правильный, более человечный, где для человека будет место. Вот в том мире, куда ведет этот техно-король, там нормальному человеку лучше не быть в этом мире. Ну, и мы видим, исходя из того, что мы сегодня с вами обсудили, что успели за этот короткий промежуток времени обсудить, что это не просто некий новый мир дивный, абстрактный. Да, что это новый мир, который уже сегодня создается. Мы можем показать его, каждый может приехать и убедиться в том, что он есть. И теперь у нас появились новые проекты, мы получили его под сертификацией. В принципе, дальше будет только лучше. Я думаю, следующий год будет лучше в нашей жизни этот год. Так что, доступающего Нового года. Спасибо. 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 АРМИЕ АРМИЕ Субтитры создавал DimaTorzok